всем привет дорогие друзья с вами опять я евгений немов я музыкальный мастер адрес моей мастерской внизу в описании к этому ролику ну чё продолжаем восстановление старой старинной скрипки мне очень приятно что он зашел прошлый ролик вот смотрите с прошлого раза я ее оставил в таком состоянии то есть я ее расклеил снял верхнюю деку кстати пружинка здесь вот родная осталась нетронутая все отлично все она замечательно то есть как как родная так сказать переросла вот обечайка здесь как я говорил была вспучена и выходила за край вот этой за край деки за край деки да почему это произошло я так думаю что скрипка немножко намокла в этом месте обечайку распёрла клей размок и она как говорится распухла и так и осталось высохла и осталось такой вот увеличенный я ее расклеил подрезал вот тут тут лишку соединил края и все это дело собрал как говорится вместе сейчас я буду закрывать инструмент склеивать его приклеивать верхнюю деку здесь вот сейчас я вам покажу интересный момент такой здесь на верхнем клетка вот такая папушка шпынёк такой стоит и на нижнем тоже здесь тоже видите вот сначала его просто не заметил очень здорово было все сделано тоже дырочки такие есть вот дырочка вот одна вот вторая это сделано для того чтобы четко позиционировать верхнюю деку на на место сейчас я сделаю надеюсь что конечно все совпадет как правило таких манипуляций может кое-что и нормальная ситуация сейчас посмотрим немножко зачищу края один человек не написал почему у меня после того как я вскрыл но отсоединил гриф от виолончели потом его обратно приклеил он потом это все равно отвалились и клей там не высох я думаю что надо было хорошенько зачистить поверхности до дерева как бы лишняя вода из этого клея ушла бы в дерево а клеевая основа она бы осталось видимо наверно плохо зачистил вот все отлично сейчас примеряем тут конечно может быть то что эти шпыньки сейчас они могут не влезть просто в эти дырки но это ничего страшно дырочки сейчас вот с той стороны расширим шпыньки сами тоже чуть-чуть подрежем подрежем и подрежем и подключим чтобы они хорошо заходили по идее должно все срастись так здесь хорошо и тут хорошо прекрасно все совпадает ничего не вылазит не упирает все замечательно ну что можно теперь клеить чтобы клеить скрипку есть вот такие приспособы как они правильно называются я забыл что-то там какое-то итальянское название типа вот ну их по простому называют жимки жимки вот они у меня тут их достаточно поэтому сейчас будем клеить скрипку скрипку я буду клеить вот на такой клей тайбонд этикетка налеплена но в принципе вот вот этот клей короче говоря это мездровый клей но вся фишка в том что этот клей не надо варить то есть как бы вы когда пользуетесь мездровым клеем и обязательно должны всем кипятить воду там это все это на паровой бане потом он размокает нагревается все это варится и если у вас нет холодильника этот клей может просто вот мне постоянно проблему что мне некуда здесь поставить холодильник и этот клей все время я его сварю да и он постоит какое-то время в принципе и начинает покрываться плесенью поэтому я как бы я потом нашел вот продажу такой клей тайбонд вот у меня тут баночка с горячей водой с кисточками со всякими вот этот клей не надо варить не надо его хранить в холодильнике он вот как есть закрыл его просто и все как бы и нормально плюс тут еще до завтра есть замечательная вещь сейчас наносим он хорошо убирается водичкой без всяких проблем если лишь кучу-то дал вот по чуть-чуть 1 1 и кисточкой сейчас его размажу здесь отлично берем кисточку и начинаем его размазывать так если где-то вылезет то можно там другой кисточкой тоже с водичкой его замыть так сказать очень просто и легко это все делается все замечательно водой растворяется все хорошо вам не надо быть привязанным к этой банке плиткой ничего греть не надо все у вас есть нормально и все теперь можно его уже так сказать закрывать так раз и два все готово дальше берем кисточку и лишку это всю стряпочка убираем замываем замываем аккуратненько все главное чтобы потом то скрипка будет все равно перекрашиваться ну смысле не перекрашиваться лакироваться сверху поэтому нам лишний клей здесь не нужен вот так вот делаем все это замываем все убираем лишний клей и сейчас я начну самое интересное что надо взять тряпочку и так я подшипать водичкой и аккуратненько все это протирает берем жемки ставим сначала сюда в углы сильно прижимать ничего не надо если поверхности у вас более-менее ровные то она все само прилипнет как надо по чуть-чуть без фанатизма лишних физических усилий все делается очень легко второй ставим сюда все делаем симметрично то есть сначала с одной стороны потом со второй зеркально все делаем клей такой прям аж очень приемистый клей хороший клей мне нравится кто-то говорит что это клей говно но это не правда клей замечательный он главное не перетянуть чтобы не треснуло это все дело вот так вот протираем водичку это все потом это все надо будет скрипочка то грязно и он будет отмывать от моем скрипочку все будет хорошо сейчас сделаем то же самое здесь в общем понятно да то есть алгоритм действий такой нехитрый главное без фанатизма без усилий таких прям жутких там ничего сильно-сильно прижимать нам не нужно вы смотрите главное когда приклеивайте чуть клей пошел и сшила все достаточно теперь зажимаем вот тут здесь так и здесь возле клей ца основные точки прижали так все прекрасно опять кисточкой прошелся кряпочки против все дальше нижний клет возле клетца то есть не на сам клетца возле него рядышком по бокам слева и справа а сам клетц потом прижмем двумя струбцинками и будет все хорошо у нас теперь у нас остается что вот так маловато их сделал конечно да еще сделать не таких вот жемков мало но по опыту достаточно я думаю у меня есть струбцинки я все это сделать зажму аккуратненько дополнительными струбцинками сами понимаете что лень это все лень матушка вперед нас родилась прекрасно вот еще один я думаю щетки не хватает ну вот все все сходится все хорошо приезжали дальше берем такие струбцинки мне нравится то что у них есть пластиковые вот эти вставки они не портят дерево аккуратно можно ими чуть-чуть придавить на крыльцах прекрасно все зажимает прям на самый краешек и собственно и все там у нас что хорошо щели нет все прекрасно все скрипка закрыта и так вот клей тайт бонд вот этот он называется не мездровая как он называется господи коллагеновый какой-то клей в общем вот такой тюбик вот стоит 1000 рублей примерно сейчас маленький но зато вы не паритесь там с этой варки бесконечной там не надо запариваться на насчет хранение это никакой плесени ничего там все он холодный без холодильника хранится все отлично схватывает замечательно пожалуй еще в талии прижму вот так и еще одной здесь надо прокладочку потому что у нас потерялась короче мне это пятачок потерялся самый-самый краешек вот так вот все этого достаточно она будет склеенная будет замечательно все хорошо потом после того как она высохнет я думаю что сутки пройдут завтра можно будет снимать струбцины и начинать чистку и обновление лака так что клей тайт бонд вот такой вот коллагеновый еще дорогие друзья хочу в качестве такой бесплатной рекламы может быть не знаю просто хочу помочь своему товарищу проекламировать хочу канал своего друга вот у меня есть друг мы с ним работали очень долгое время 90-е годы в ресторанах тут москву приехали потом в общем там всякие приключения у нас были тяжелые времена вот зовут его сергей джель и он у него есть свой канал ссылка на который будет в описании попрошу вас подписаться на этот канал чтобы не было было больше подписчиков гостей он проводит там стримы он прекрасный вокалист музыкант очень супер вообще вокалист такого наверное ну такие вот редко бывает у него голос замечательный там хороший человек сергей джель значит он проводит стримы называется эти стримы песни в прямом эфире там можно просто слушать и заказывать песни его репертуар можно скачать по ссылке у него же там в описании в этом под стримом есть ссылочка скачивайте смотрится какие какие песни песни у него есть в репертуаре там очень много всяких разных песен вот видите что происходит иногда срывается но это ничего страшного мы сейчас его опять зажмем вот так вот вот и куча песен всяких разных есть там знаменитых там всяких очень хитов много там всяких разных вот поэтому можете там и задонатить попросите очень спеть чувак поет просто супер там такие чудеса творит просто неимоверные поэтому все живьем все при вас так что ссылочку на его канал канал сергея джеля я оставлю в описании приходите подписывайтесь ему будет очень приятно вообще человек такой позитивный просто может вот даже если там два или один человек его смотрит он будет два с половиной часа легко петь короче говоря вообще просто без напряга что называется не вынимая вот поэтому дорогие друзья всем пока следим за процессом так сказать я заказал гриф он должен приехать скоро вот накладку тоже заказал вот такую вот только эбеновая накладка приедет из китая правда будет не скоро но в принципе пока что с этой скрипкой работы еще полно поэтому это будет конечно не не быстрая история но тем не менее эту скрипку сделаю все пока всех обнимаю вас всех люблю всем счастья удачи пока